Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Барак Обама. Первый темнокожий президент США. Казалось бы, о человеке, во второй раз ставшем главой мировой сверхдержавы, известно всё. Или всё-таки нет. Знатоки утверждают, Обама – масон. Он один из активных действующих лиц так называемого «мирового закулисья». А его предвыборные кампании спонсирует клан Ротшильдов. Есть ещё несколько деталей, которые вполне могут шокировать обычного человека. Откуда взялись эти сведения? И что за роль уготована Бараку Обаме? Декабрь 2012 года. 52-й номер журнала «Тайм» традиционно выходит с портретом на обложке «Человека года». Это Барак Обама. Второй раз за последние 4 года. Обаме удалось сохранить доверие американского народа и вдохновить нацию надеждой. Так поясняет журнал «Своё решение». Обама и вправду набрал на недавних выборах больше половины голосов. Лучший за последние полсотни лет результат для кандидата от Демократической партии. 44-й президент США действительно умеет понравиться всем. В 2009 году он получил Нобелевскую премию мира. А год спустя, согласно опросу, Института общественного мнения Гэллоп был признан самым сексуальным мужчиной на планете. Неплохо для 50-летнего афроамериканца. Он выглядит как интеллектуал и пользуется, значит, особой поддержкой нью-йоркских либералов. Кумир демократических интеллектуалов, демократских интеллектуалов. Но подлинная история жизни и становления Барака Хусейна Обамы II вполне способна шокировать обычного человека. Начинается она с парадоксального факта. Место рождения нынешнего президента достоверно так и не установлено. В официальной биографии записаны Гавайские острова, но документы, подтверждающие это, далеко не у всех вызывают доверие. Отсюда всяческие слухи о том, что он, мол, и не родился даже в Соединенных Штатах. Что сертификат о рождении на гавайских островах фальшивка. Даже говорится о том, что официальным местом рождения является кенийский город Маммаса. Если это действительно так, то по американской конституции Обама просто не имеет права быть президентом. Совершенно понятно, что Барак Обама находится в подвешенном положении. Если он сделает шаг не в ту сторону, ему всегда можно будет предъявить обман американского народа. Зато относительно даты рождения президента никаких разночтений нет. 4 августа 1961 года. Отец Обамы происходит из семьи кенийского знахаря, из племени Луо. Мать его прирожденная авантюристка Энн Данхэм. Были сообщения о том, что она происходит из очень старой, знатной, богатой еврейской семьи на Филиппинах. Что со своей семьей она поссорилась, когда она вышла и решила выйти замуж за отца Обамы. Отец Энн Данхэм пригрозил, что заслушание накажет ее, лишит содержания. В отместку дочь ушла из дома и вскоре нашла способ заработать на жизнь. Снималось для различных журналов в обнаженном виде. Эти фотографии сохранились, они в большом количестве присутствуют в интернете. Когда родители Обамы разошлись, десятилетний барак переехал на Гавайи к бабушке. Посещая частную школу, курил марихуану и употреблял алкоголь. Об этом он сам впоследствии признавался журналистом. Какое будущее ждет отпрыска кенийского студента, который провел легкомысленную юность в Гавайском раю? Пособие по безработице? Прозябание в негритянском гетто? Нет, он становится президентом самой мощной страны мира. Но как это произошло? Западный колледж в Лос-Анджелесе. Престижный колумбийский университет. Затем школа права Гарвардского университета. Кажется, будто кто-то невидимый открывал перед бараком закрытые перед другими людьми двери. Кто же вел его все эти годы? Как только Обама поступил в университет, его отобрали в группу из восьми человек. Он был единственный, так сказать, не белый, с которым с самого начала работал Бжезинский. То есть Обаму вычислили довольно рано как потенциального лидера. Збигнев Бжезинский. Бывший советник по национальной безопасности президента США. Непримиримый антикоммунист. Один из главных кураторов будущего главы государства. В западной политике процесс смены лидеров давно поставлен на поток. Специалисты отсматривают потенциальных кандидатов со студенческих лет. Людей отбирают не столько по уму, хотя и по уму тоже, по степени их управляемости. Насколько они тщеславны, насколько они уперты, насколько им можно манипулировать. И в этом отношении, скажем, я вспоминаю, как аргументировала Мадлен Олбрайт, почему нужно, чем хорош Клинтон. Он очень быстро решает кроссворды. В любом случае, Обама довольно рано попал в поле зрения одного могущественного семейства. Из тех, что, как принято считать, управляют миром. Не может политик не быть ставленником сильных организаций, сильных структур и сильных интересов в серьезной стране. Америка, вообще, надо понять. Это страна, созданная бизнесом и для бизнеса. Там существуют, есть разные концепции, существуют как бы некие мощнейшие суперкланы, которые и по-разному видят мир, но тем не менее, все равно это бизнес. И, безусловно, то, что делает Обама, в интересах очень серьезных американских бизнес-трудов. Потому что Америка и есть бизнес. Там больше ничего нет. Дом Ротшильдов – один из могущественнейших кланов планеты. Разумеется, Обама не афиширует своих контактов с магнатами. Но для исследователей разрозненные факты его биографии уже сложились в четкую картину. Многие люди, которые ориентируются на клан Ротшильдов или с ним так или иначе связаны, они спонсировали избирательную кампанию Обама. Эта избирательная кампания больше была похожа на шоу. Театр одного актера, за которым наблюдал весь мир. Человек, который появлялся на сцене под песню «Юту» в городе ослепляющих огней, который завораживал просто миллионы. Многим казалось, что вот стоит ему только попасть в овальный кабинет, как Америку ждет золотой век. Обама для многих герой уже потому, что стал первым темнокожим президентом. Но, как это ни удивительно, сам он не сравнивает себя с известными представителями собственной расы. Обаму часто называли во время последних выборов демократическим Эйзенхауэром. Это тема Эйзенхауэра там была. Более всего он напоминает именно какой-то степени имена этого президента, несмотря на абсолютную разницу в бэкграунде и в образе, и в имидже, и так далее. Сам он себя сравнивал постоянно с известными историческими персонажами. То с Кеннеди, то с Линкольном. Но что на самом деле роднит Обаму со своими предшественниками? Вполне может быть, что вовсе не черты характера. Известно, что 14 американских президентов были масонами. Состоит ли в этом обществе президент номер 44? Для знающих людей ответ очевиден. Кажется, все они только и ждут, когда Обама признается в этом публично. Все, что связано с масонством, это такое сообщество по интересам. Причем эти интересы могут быть... Вот у них есть некая тайная связь, на основе которой они единяются. А все остальное может быть разное. Впрочем, сам Обама всячески старается отмежеваться от этих слухов. Иногда даже чересчур усердно. Когда он пришел в какой-то детский приют, ну и, как всегда, стал делать доброе дело, красить стену самостоятельно, мы предложили фартук, чтобы не испачкать его одежду. Он от фартука отказался, якобы именно потому, что фартук, одетый им, мог напомнить зрителям о том, что масоны тоже носят фартуки. И указать на его связь с масонами. Не все обратили внимание, что во время своей первой инаугурации Обаме так и не удалось должным образом произнести присягу на Библии. В коротеньком тексте присяги он сделал три раза ошибку, и поэтому присягу сочли недействительной. И на другой день он уже переприсягнул, но уже в кулуарах Белого дома. Как ни странно, казус произошел с повторно избранным президентом и во время второй инаугурации. Присягу он приносил в воскресный день, когда судьи, которые принимают присягу, не работают, и, соответственно, вот, опять же, у него вышло так, что он приносил присягу и второй раз уже в кулуарах в узкому кругу своих друзей. Чем же запомнится Обама на посту президента? Как говорят аналитики, его правление стало переломным. В плохом смысле слова. Америка находится на очень серьезном переломе. Потому что вообще страна-то банкрот на самом деле, по большому счету. Но она не просто банкрот, она банкрот вместе со всем миром, который до сих пор является по факту американским. Именно это дает основание некоторым наблюдателям делать еще один удивительный прогноз. Именно при Обаме Соединенные Штаты перестанут быть величайшей страной мира. Он осторожничает, он сопротивляется, он не хочет разворачивать эту кашу, которая, в конечном счете, приведет еще к какому-то страшному столкновению, возможно, между этими ныне союзными, так сказать, сторонами. Он очень боится резких шагов. Он постоянно идет на компромиссы со своими противниками. Он, ну, как пишут в американских СМИ, просто-таки боится собственной тени. В 2009 году газета «Вашингтон-Пост» опубликовала сообщение о любопытной коллекции американского президента. В ней 250 магических кукол – гаитянских, гавайских и кубинских, похожих на те, что используются в зловещих обрядах культа Вуду. Еще один удивительный штрих к портрету темнокожего президента, который, возможно, еще не показал всем своего настоящего лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова